Приветствую! Изменился порядок вручения повесток, а если быть точнее, порядок вручения повесток по почте, то есть те повестки, которые отправлены Укрпочтой, не имейлом, не новой почтой, а только Укрпочтой. И сейчас мы посмотрим вот эту новую постанову Кабинета Министров Украины, быстренько разберемся, что же там в ней написано, а написано в ней про изменения постановы 1487 и постановы 560. Итак, смотрим. Вот эта постанова 747, называется она «Змины, что до окремых пытания повещения призывных киевровейского забавязанных тарезервистев, что вносится до постанов в Кабинету Министров Украины». И вот здесь мы сейчас с вами посмотрим, где есть изменения в порядок организации ведения военного учета призывников военнообязанных. Это постанова 1487. Что здесь написано? Ну, номера пунктов абзацев мы пропускаем, саму суть, да, будем разбирать. И вот они пишут, что слова, вот оно написано, слова рекомендованным поштовым отправлением, поштовым отправлением с оголошенной ценностью с описом вкладения, замените словами рекомендованным поштовым отправлением с описом вкладения то поведомлением про вручения и собственно говоря на этом все вот это единственное что они поменяли а что это значит это значит что когда они писали первый текст постановой 1487 и постановой 560 в нее тоже внесли изменения вот они здесь ниже вот она видите вот она 560 это постанова вот они кстати изменения аналогичные то есть там тоже самое заменить одни слова на другие и это именно вот эти слова они немножечко ну промахнулись скажем так они забыли про поведомление про вручения а без этого поведомления у них ну скажем есть такая слабенькая база в контексте доказательства того что они отправляли человеку уведомление то есть например если они отправили человеку повестку и он ее не получил ну у них будет доказательства в сегодняшних условиях потому что им просто назад вернется письмо ну вы это прекрасно знаете а вот если человек получил это письмо а у них не будет доказательств что он получил повестку понимаете в чем фишка и вот для этого им нужно поведомление про вручения то есть они как бы провели так сказать работу над ошибками и поняли где они ошиблись почему потому что когда человек получил но он забрал письмо и все а у тцк и сп не будет никаких доказательств того что человек получил повестку а это значит что ну сами понимаете что это значит это значит что им крайне сложно будет в случае чего доказать неявку по повестке вот они это поняли и убрали эту возможность скажем так они указали что теперь отправлять тцк и сп должны все письма с уведомлением с уведомлением о вручении и когда человек будет забирать повестку на почте назад приходит им уведомление о вручении и все вот у них есть доказательства но достаточно и для суда что человек получил соответствующее письмо и собственно говоря на этом все больше никаких изменений там нет ни в постанове 1487 не в постанове 560 понятно там есть еще изменения в правилах пакина предоставления почтовых услуг но там опять же касается того же самого отправки повестки по почте и отправки вымоги по почте и в том и в другом случае там опять же должны будут отправлять с вот этим уведомлением о вручении напомню что на сегодняшний день повестка по почте еще не может быть прислана это будет станет возможным только лишь после 18 июля и еще хочу обратить ваше внимание что только такая отправка повестки порождает юридические обязанности для человека то есть вложение в почтовый ящик человека просто повестки вот да голую повестку так сказать положили то чем тцк и сп достаточно часто занимается это не считается надлежащим способом оповещения человека и если человек не явился по такой повестке это не может вообще нести никаких юридических последствий даже если человека оштрафуют за неявку по такой повестке это легко можно будет отменить в суде и это работает как сейчас так и будет работать после 18 июля друзья на этом у меня все если вы считаете что данное видео было вам полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал его название вы видите вот здесь на экране а также ссылочка на него будет в описании к данному ролику традиционно уже я вам пожелаю удачи благополучия и конечно же мир пока пока